Недельная глава БО. Три последних казни на Египет и выход евреев из Египта. И кроме того, это первая глава, в которой есть довольно много законов. До этого есть только всего три заповеди в книге Брэйшит. А в нашей главе первая глава, в которой есть много заповедей, много законов. Во имя одиною Мейше, сказал Бог Мейше, бей эл пары, приходи, войди к фараону, «Ки ани их бадите еслибы» «Тому что я сделал тяжелым его сердце воеслеваводов и сердце его рабов». Для чего? «Леман шиси» «Чтобы я делал эсэйса эйле» «Эти мои знамения бы кирбой внутри него». Если бы фараон разрешил евреям выйти, не было бы смысла привести на него наказание и делать чудеса. Поэтому я сделал твердым его сердце, утяжелил, чтобы сделать эти знамения, чудеса. «А для чего чудеса?» «Для того, чтобы ты рассказал, бы озны винхо в ушах сына, у вэмбинхо и сына, сына, внука, и зашарь и сагал к тебе метраим, как я издевался над Египтом». «Весэй сэйсэ и мои знамения ашасам тивом, что я делал в них». «А для чего это?» «Воедатым, чтобы вы знали, ки ани одиною, что я Бог». «То есть чудеса, которые Бог сделал в Египте, чтобы знали о Боге». «Так поэтому специально Бог так сделал, чтобы фараон упрямился и получил свои наказания». «Тут уже видно совершенно ясно, что главная цель были проявить чудеса в Египте». «А Бог сделал специально твердым сердце фараона для того, чтобы было, ради чего приводить эти чудеса». «Насчет того, что Бог сделал твердым сердце фараона, есть две линии. Одна линия буквально. Этим путем идет рамба. И, возможно, метр шраба так тоже можно понять, что Бог забрал у фараона свободу выбора. Ведь основной стержень, на чем крутится мир, это свобода выбора, которую Бог передал человеку. На этом стержне крутится создание мира, основная цель создания мира. Человек – это единственное творение, которое имеет свободу выбора. Никто другой не имеет. Так Рамбом пишет, у него есть в законах Чувы, он пишет, что есть выбор. И поэтому полагается награда тому, кто делает хороший выбор. Награда за хорошее. И наказание за плохое. Иначе этого бы не было. И Рамбом продолжает. Бывают ситуации за большие преступления, что Бог забирает у человека свободу выбора. И он приводит Псуким из пророка Ишаяу. И приводит пример фараона, что Бог забрал у него свободу выбора. Задается вопрос, если Бог забрал у фараона свободу выбора, то за что же его наказывать? Его наказывают не за то, что он сейчас не выпускает, а за то, что когда он имел свободу выбора, он совершил много преступлений. Его наказывают за прошлое преступление. А сейчас сделали из него как куклу, которая не может выбирать. Можно понять, я сделал твердым его сердце. И по-другому. Сказать вам пример. Давайте перенесемся пару тысяч лет назад. В эпоху рабовладения. Есть господин и раб. И господин приказывает рабу что-то делать. Нелегкое, неприятное. И раб не хочет. Что делает господин? Обычно у него есть спецработник. Он просит его, пожалуйста, поговори с этим рабом на понятном ему языке, что приказы господина надо слушать. И тот с ним беседует и беседует. На языке понятно, понятно каждому. Пока до него доходит, что приказы хозяина надо выполнять. Скажите, кого он слушает? Кому он подчиняется? Хозяину или плетке? Ответ, кажется, понятный. Плетке. Хозяина он не хотел слушать и не собирался. И сейчас тоже не собирается. А теперь добавим к той же истории и еще одно. Перед тем, как этот спецработник должен был говорить с рабом, пришла добрая медсестра и дала рабу хороший укол на вакаина. Хозяин приказывает, раб не слушает. Он говорит спецработнику, поговори с ним. Тот говорит, и говорит, и говорит, и без толку. Скажите, та добрая медсестра, она заставила раба не слушать хозяина? Никоим образом. Она просто убрала ощущение боли от удара плеткой, которую тот спецработник делал. А если раб хочет слушать хозяина, пожалуйста, твой выбор. Вернемся к фараону. Можно понять, что Бог сделал твердым сердце фараона? Фараон не хотел, упрямо не хотел выпускать евреев. Но каждый руководитель страны из-за тяжести ударов, которые приходят на его страну, вынужден менять свою политику. Из-за этого и происходит капитуляция, например. Можно понять, что Бог попросту забрал ощущение тяжести этих ударов на страну, что он не ощущал их в полный мир. А выбор у него никто не забирал. Хочешь выпускать евреев? Пожалуйста. У него забрали тяжесть, ощущение страшности этих ударов на Египте. Можно и так понять. Пришел Моше Аронг фараону. Сказали ему. Так говорит Бог, Бог евреев. До каких пор ты не хочешь склоняться передо мной. Склониться передо мной. Отпусти мой народ. Пусть они мне служат. Потому что. Если ты не хочешь отпускать мой народ. Вот я привожу завтра. На арбе. Царанчу. Биг ву-лехо. В твоей границе. То есть. Пришла. Придет царанча именно в твоей границе. Вехисо эсэйна орец. Покроет вид земли. Вэгэю хау лирес эсэсо орец. Он не сможет видеть землю. Во хаус ест. Эсэсер оплыет остаток. А не шэрец хохэмми наоборот. Которая осталась вам от града. Бог намеренно так сделал. Что. Часть. Побил град. А часть. Оставил для саранчи. В ее хау лирес кулаиц. И он съел все дерево. Все деревья. А семья хохэм. Которые растут в Минасаде из поля. Зачем он создал границу. А. Вы спрашиваете хорошо. Есть Медраж. Что нашествие лягушек. Сделало перемирие. Между Египтом. И Куш. Эфиопии. Медраж говорит так. Вы же знаете. Кому принадлежит Нагорный Карабах. Слышали об этой проблеме. Так была подобная проблема. Между Египтом и Эфиопией. Так. Так. Они послали. Наблюдателей. Докуда дойдут. Докуда лягушки дошли. Это Египет. А там где их не было. Не Египет. Не Египет. По-видимому. Эфиопия. Так. Эфиопия спрашивает. Так. Уже. Уже лягушки. Установили мир. И установили границы. Для чего же. Должны. Должна была саранча. Устанавливать. Заново границы. Говорят. Что когда была граница. Поставили там колышки. в доме. А граждан пришел и побил их. Пришлось заново работать. В. 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 Повернулся и вышел от фараона. Почему Моше вышел? Он хотел дать возможность фараону обсудить вопрос с своими вельможами, и это будет легче в отсутствии Моше. Поэтому он предупредил и повернулся и вышел. Он может так делать от разрешения царя? Не хлопнул дверью, он вышел во Емру. И вы видите, это так и произошло. Во Емру сказали абдей фараонов, рабы фараона к нему. До каких пор это будет нам капканом? Вы знаете, в капкан ложат сыр, и там ловится птица. Из-за того, что евреи были нам рабами и не выходили, мы проигрываем. Мы в капкане. Пусть служат Богу их Богу. Ты что, еще не знаешь, что Египет пропал? Майюша был возвращен с Мейши без ары на опары, Маше и Арону к фараону. Вы спрашиваете, как это было деликатно, что Мейша вышел? Может быть, он намекнул, что он выходит так, не говоря, и вышел. И так его вернули. Их вернули. Майя Мейши сказал им, Леху и в дуэс один и лейхем. Идите служите Богу вашему Богу. Миво, миа, айлхим. А кто и кто идет? Майя Мейша сказал Мейша, Бенорейну увезки нейну нелех. Молодыми и пожилыми мы пойдем. Бевонейну увезной сына, сыновьями и дочерями. Меценейну увез корейну, мелким скотом и крупным. Нелех пойдем. Кихак один и лону. Потому что праздник перед Богом у нас. Ва Емиралим сказал, Ва Емиралим сказал им, Гихи хей над едой и мохем. Пусть так будет Бог с вами. Кашар ашала хесхем, как я отпущу вас, и оставь хем и ваших детей. Ру, смотрите. Киро то плохое. Перевод Унклеса говорит, что то плохое, что вы хотите мне делать, вернется на вас. Другими словами. Раз вы хотите уйти все, значит вы просто хотите убежать. Не пойти на три дня приносить жертву. Вы хотите убежать. Так это вернется киро, то зло, что вы хотите сделать мне, Негет Нейхем вернется к вам. Это вернется к вам, что я вас вообще не отпущу. По прямому тексту, получается, он сказал брату, который выполнил. Будет с вами Бог, который он отпустил, и будет с вами Богом. Это вы правы. В его словах было так, пусть Бог будет с вами, как я отпущу вас, и детей. Бог потом же их, потом же фараон их отпустил. Он сказал, он их благословил с условием, правильно? Не так. Пусть идут мужчины, воевдуя с одной, служите Богу. Потому что это вы хотели. Что вы хотели? Вы хотели служить Богу? Кто служит Богу? Взрослые, не дети. Интересно. Вот эту линию фараона. Служить Богу, но только взрослые. Взрослые, не дети. Я помню, в Советском Союзе тоже не позволяли, чтобы детей впускали в синагоги. Взрослые, это их дело. Но детей нет. Видите? Это еще линия фараона. Ваегорыш Эйсон их прогнал, местные фары от лица фараона. Видите, это первый раз, что фараон уже на что-то согласился. Отпустить взрослых, пойти принести жертву. Вае имя Адинойо Мейше, сказал Бог Мейше, не те йодхо, опасти твою руку на землю египетскую на землю египетскую баарба с саранчой. Ваяу, пусть поднимется на землю египетскую, выехал поесть, и сказал, и севоры всю траву земли, и с ашер, и с кол ашер ищи рабу рот. Все, что оставил град. Мог бы им говорить, что есть выражение ищи нишар и нотар. Нишар это значит намеренно оставлен, а нотар осталось против его желания. Видите, как тут читается, все, что оставил град намеренно. Бог намеренно поделил между градом и саранчой, оставил для саранчи, для нового наказания. Смотрите, это были расчеты Бога, что Мейше должен был делать. Мейше смотрел, Мейше спастер свой жезл на землю египетскую, Вадиной Абок Нияк вел Руах Кодым Борец, восточный вечер в стране. Кола Еймалу Вахола Гойло Весь тот день и всю ночь. А бейкер Гойо Было утро В Руаха Кодым Восточный ветер Носое с арбе Нес саранчу. Ваяло арбе Поднялась саранча Ау кол эрец Митраем на всю землю египетскую. В Айонах расположился Бехилгул Митраем Во всей границе Египта. Видите? Точно. Во всей границе. Он сказал руку поднять. А он на полском машине Засил. Что не нарушает. Раби Гуда Моше понимал Что Бог ему и велел. Ковид Митр очень тяжелый. До него не было Такой саранчи Такой тяжелой. В Ахру А после него Не будет Не будет Рамбан Рамбан Говорит Что не будет На территории Египта До этого не было И потом не будет В Айхаз Покрыл Сынку Орец Вид всей земли В Атехшах Орец Земля потемнела Воехал Он поел Эскол эйсэ в Орец Всю траву земли Все плоды Деревья Ваши Их Что осталось от града В Эленисор Не осталось Никакой зелени Боид на дереве Увейся во соде На траве поля Быхал эрец Митрой Во всей земле Египетской Нашествие саранчи Рассказывает Когда Они происходят Что-то очень страшное Я видел Фотографии места того же самого места до нашествия саранчи и после. Было деревья зеленые, трава, все прекрасно было. После нашествия саранчи голо. Ну, ветки дерева осталось, но зелени ничего не осталось. Ваймайя пары, поторопился фараон, позвать Мошея Аарона. Ваймайя сказал, я согрешил перед Богом вашим Богом. Перед вами. Перед вами это впервые он проявил наглость относительно Мошея Аарона. Выгнал их. А что фараон торопился? То, что можно было есть, траву и деревья, зелень. Саранча уже поела, что он торопился. Мне кажется, что фараон боялся, что, может быть, еще немножко саранча войдет в склады, и тогда они умрут голодной смертью. Поэтому он торопился. Пшеница и полбой еще не выросли. Они что-то же ели. Были склады чего-то. С прошлых лет были. Я понимаю, нет. В смысле, что если не достанется саранча, то съезд, который выросили из земли пшеницей и полбой. Смотрите, то, что было на росту, на земле, они же поели. Я говорю, что он торопился, что он боялся потерять. Я думаю, что он боялся, что саранча войдет в склады и съезд там, и вообще ничего не останется. Я кричу перед Богом, вашим Богом перед вами. Вот, а теперь Простим, пожалуйста, мой грех. Только этот раз. Просите у родиной рейха перед Богом, вашим Богом. Пусть уберет от меня только эту смерть. Он вышел от фараона. ВАИАТАР много... Слово ВАИАТАР значит много молился. ВАИАТАР родиной к Богу. ВАИАФЭХ родиной рух Йом. Бог перевернул западный, повернул западный ветер. Хозук мэйт очень сильный. ВАИСУ ЭСА ОАРБэ понес саранчу. ВАИТКОЕЕО воткнул его Йомасу в Ямсу. Гэний шар арбэ эхот. Не осталось ни одной саранчи. Вэхил гвумит Строим во всей границе Египта. Медраж говорит, что даже те, которые они посолили, тоже не остались. Медраж говорит так, что египтяне сказали, ну, саранча, саранча, наезд. Конечно, это большая потеря, но хотя бы что-то выиграем. Так они допоздна собирали саранчу, солили, вложили в бочку. Вдруг она вся улетела. В начале главы мы читали, что я, как я издевался над Египтом. В чем? Бог наказывал Египет. А в чем издевательство? Приводил на него наказание. А в чем издевательство? Так я слышал несколько объяснений. Я видел. Одно из них саранчой. Представьте себе, столько трудились, допоздна, собирали, солили. Еще объяснение я видел. Есть медраж, что кто-то провинился перед владыкой. И тот сказал ему, выбери одно из трех наказаний. Либо, давайте на нашем языке, либо ты платишь 100 тысяч долларов, ложишь на стол, либо 100 ударов плеткой, либо ты ешь рыбу протух, вот эту рыбу протухшую полностью, до конца. Он начал думать, что мне делать. Платить деньги, жалко. Знаете, сколько надо на них работать? Получается, ударов плеткой. Больно? Ну, поем рыбу. Неприятно, но потерплю. Взял кусочек, еще кусочек, еще кусочек. Съел половину, даже три четверти. Но он чувствует, не могу, все. Не могу, все. Он говорит, ну, выбирай сейчас. Ложи деньги на стол, или сам ложись на стол. Все-таки жалко, деньги жалко. Он лег. Один удар, второй, третий, пятый, десятый, двадцатый, тридцатый. Дошел до 70, 75, 80. Больше не могу. Ну, приноси деньги. Ну, скажите, это не поставили человека в идиотское положение? Сделали из него дурака? И большинство рыбы съел. И большинство ударов получил. И все деньги заплатил. То же самое с фараоном. И получил наказание. И выпустил евреев. Если бы хотя бы получил свои казни, но не выпустил евреев, остался при своем. Это еще тоже что-то, что-то стоит психология человека. И получил казнь. И выпустил. Скажите, это не издевательство? Вообще-то фараон бы выпустил евреев. Но ваихазейк аддиной езреев пари. Бок укрепил сердце фараона. Ваешилах из дна Исраил. Не выпустил сынов Исраила. Он сам бы выпустил. Но Бок укрепил его сердце. Ваим аддиной езреев, сказал Бок миша, на те йотха. Распластит твою руку ага шамаем к небу. Ви хейшах будет темнота агарец митрохим. На земле египетской. Ви йомиш хейшах. Какой перевод слова ви йомиш? Раша говорит. Есть слово эмеш. Вчерашняя ночь. Ви йомиш хейшах затемнит ночь. Ви йомиш хейшах. Есть метраж. Есть слово мемашейш. Ощупывает. Что была темнота ощутимая. Которой можно было ощупать, что это... Эвенезра, это же понятно. Что была темнота ощутимая. То есть, не помогло бы зажечь свечу. Осталось бы все равно темно. Ви хейшах спустил свою руку к небу. Ви хейшах от твоего полная темнота. Бахолерас митроим. Во всей земле египетской. Шли шас йомым. Три дня. Гайроу и шасохов. Не видели один другого. Великому не встали и шмитах. Той человек из-под себя. Шли шас йомым. Три дня. У хоубной Исраил. А у всех сынов Израиля. Оя-эр. Был свет. Вами швейцам. Где они проживали. Почему калку не проживали? Раз уже это он так понимал. В эту подробность надо войти. Блин, надо. Я постараюсь войти. Медраж говорит. Одна из причин, почему богатая темнота. Что были среди евреев. Люди, которые имели связи, протекцию среди египтян. И они не хотели выйти. Если бы они умерли. Евтяне бы сказали. Ну, наши погибают и ваши погибают. Так бог сделал это. Что те, которые не хотели выйти. И которые имели протекцию. Они в эти три дня умерли. Их похоронили. И никто ничего не знал. И это удивительно. Видно, что у евреев не было доносчиков. Никто ничего не рассказал. Средство массовой информации Египта это не просочилось. Мои кровь фары позвал фары омеша-меша. Во имя сказал ху, и в дуэс одиной. Идите, служите богу. Рак только циньхем, мелкий скот, уфкархем, крупный скот. Юцок будет оставлен. Гам тапхем елых и мохем. Так же ваши дети пойдут с вами. Видите, это следующая уступка. Дети тоже. Но скот нет. Ваима-меша, сказал меша. Гам ато так же ты, титэм бьёдэйну, дашь наши руки, звохим ве элэйс. Жертвы и жертвы всесожжения. Виосину мы сделаем. Ради ной элэйну. Богу нашему богу. Вегам мик нейну. Так же наш скот, елэхимону, пойдет с нами. Рысь еще и парсо. Не останется ни копыта. Кимимену никак. Потому что от него мы возьмем. Равейтас аддиной элэйну. Служить богу нашему богу. Ванахну рейнейд? А мы не знаем. Ман авейтас аддиной. Что мы должны служить богу? То есть сколько жертв мы должны принести? Мы не знаем. Аббяйну шома. Пока мы придем туда, мы не знаем. Когда мы придем туда, бог нам скажет. А мы пока не знаем. Бог может дать его и жертвы, и все сожжение. И жертвы, и все сожжение. Смотрите. Вопрос ваш верный. Мы знаем, что неевреи могут выносить жертвы, но только жертвы с сожжением. Вы знаете, добровольные жертвы есть двух типов. Есть обязательные жертвы, а есть добровольные жертвы. Добровольные жертвы могут быть двух типов. Есть олёд, жертвы с сожжением. А есть шомим, который часть ложит на жертву. Определенные жиры, почки, еще. А часть, часть дают коину, а часть есть хозяин. Гимара говорит, что жертвы, не еврей может послать жертвы, но только все сожжения. А шрамим, который едят, нет. Эрбилда задает верный вопрос, как он может тут послать, дать. Интересно, вопрос интересный. Но, между прочим, а почему такие не евреи могут принести жертву? Когда стоял в храм, он мог послать в храм жертву, оля, все сожжения. А жертву шрамим нет. А почему? Говорят, но это такое объяснение. Другие народы могут понять, отделиться от чего-то. Только для Бога, жить, все. Но жертвы шрамим едят святости, делать естественные действия. Есть и делать другие действия святости, это далеко от их понимания. К евреям это относится, к ним нет. Не хотел их отпускать. Сказал ему фараон, иди от меня. Ишомеруха, остерегайся. Аутейсев, раиспонай. Чтоб ты больше не видел мое лицо. Кибьем, раисхофонай, Томус. В день, что ты увидишь мое лицо, ты умрешь. То есть, когда ты придешь ко мне на аудиенцию, ты умрешь. Ваима Меша, сказал Меша, кинди барту. Правильно сказал. Ваиси ваитра испанаха, я больше не буду видеть твое лицо. То есть, я к тебе на аудиенцию не приду. Ты ко мне придешь. Это потом, в ночь, когда первенцы погибли, тогда фараон к нему прибежал. Я к тебе больше не приду. И поэтому Бог говорил с Моше, чтобы выполнить слова Моше и предупредить фараона о последней казни, о десятой, Бог говорил с Моше там, во дворце. Ваима Адиноя Меше, говорил Бог Моше. Еще одно наказание, я приведу на фараона и на Египет. А потом, Ишалах Эсхамидзе, он вас отпустит отсюда. Кышалхэй, когда он отпустит, коло, полностью, окончательно, жечь полностью, всех, и детей, и скот, все. Горыщ и горыш. Выгнать, он выгонит, Эсхамидзе вас отсюда. Говори, пожалуйста, в ушах народа. В Ишалу пусть попросят Ишмейзрею, человека-товарища, вы ищу о женщина-мейз-рус от ее подруги. Крэйхэсэфу хэйзо, серебряные предметы и золотые предметы. Попросите и одолжит. Есть два комментария, есть два мнения. Есть мнение попросят, есть мнение одолжит. Я перевел по мнению попросят. Ваите над иной, да убога, с хейном, симпатию народа, боинами строя в глазах Египта. Гам, также, оиш Мейшэ, человек-мейшэ, Год умеет очень велик, вера с Митраем, земли египетской, бе-эйны авды фары, в глазах рабов фараона, о войны о ом и в глазах народа. Мейшэ, тыссо был велик, очень в их глазах, и многие дали, дали евреям, и из-за почетного отношения к Мейшэ. Вае имя Мейшэ, скау Мейшэ, кей омар адыной, так говорит Бог, как отцей сагайго, когда делится ночь на две части, они, яйцы, я выхожу бы с их Митраем внутри Египта, Бог говорит, умейско пхэр, умрут все первенцы в Эра Смитраем, земли египетской, ми пхэ пары, от первенца фараона, а еще волкистый, который должен был бы сидеть потом на престоле, а пхэр ашивхо, до первенца рабыни, а шерахар о рейхоим, который за мельницей, вэхэу пхэр беймо, и все первенцы скота. Вэйсо ци окок дэйго бахо, Эра Смитраем. И будет великий крик во всей земле египетской. А шерахамэю лэньоса. Подобного не было. Вэхамэю лэйсэйсэйв, лэйсэйсэйв подобного не будет. То есть, были страшные трагедии, что, скажем, как у Помпеев весь город опустился, и были другие страшные трагедии, гибели целых городов, перерезали всех, или как, и в наше время, к сожалению, случается такое. Но, тут было что-то особое, что, когда весь город погибает, погибает, некому оплакивать. А тут, в каждой семье кто-то погиб, и есть кому оплакивать. Почему он не сказал бы хацэйв? Он сказал бы хацэйв. Так я вам скажу. Простой пчатка хацэйв с разделением ночи на половину. И мораль говорит, как хацэйв около половины. Почему мы сейчас сказали около половины? Потому что, если он скажет в полночь, а может быть, у астрономов фараона выйдет по-другому, и это будет две минуты раньше или две минуты позже, они скажут. Моше сказал в полночь. А это же не полночь. Это что-то другое. Не имеет никакого отношения к тому, что Моше говорил. Поэтому, поэтому хацэйв около половины ночи. У хэлбны и встроил, а всем сынам Израиля, леехрацкелев шейны. Даже собака не будет точить языка. Шейны. От человека до скота. Гаман Тейдун, что вы знали. А шеяфлы от гной, Бог разделяет. Бэй Митраим и Бэй Нисроил. Между Египтом и между еврейским народом. В Йорду спустится, хо лавадехо и гэйгай. Все вот эти твои рабы, эти ко мне. Виштахавули гэмер. Поклонница мне говоря, цэй ато выйди ты, в холома шабарагрэхо. И весь народ, который за твоими ногами. Твои рабы придут ко мне поклониться, выходи. Вахрэхэйнэйте, потом я выйду. Интересно. Тут написано, спустятся твои рабы. А что в действительности было? Сам фараон прибежал. И упрашивал еврея выйти. Но есть рамки уважения к царю. Поэтому из-за этих рамок уважения Мошенец сказал, ты придешь поклониться. Твои рабы придут поклониться. Воейцем им паре, он вышел от фараона, бахориав с гневом. Фараон ему сказал, уходи, больше не смей показываться мне. Так он предупредил фараона. Тоже интересно. Когда фараон сказал Мошенец, не смей ко мне показываться, и потом он сам побежал упрашивать Мошенец, вы сами понимаете, унижение фараона было еще намного больше. Вае имя Адино, и у Мейше сказал Бог Мейше, вы ищем алейхем паре, фараон вас не послушает. Почему? Гаман рейвейс мейфстай, чтобы я умножил мои чудеса, берет с митроем земли египетской. Поэтому вас фараон не послушает. У Мейше в Ареин, а Мошенец и Арон ассуль сделали, эсколами всему, и все эти чудеса, алифной фары перед фараоном. Вае хазейка ад иноя с лейф пары, Бог укрепил сердце фараона, вырешил их и не отпустил их, но и строил сынов Израиля, мерцы из его страны. То есть, естественно, фараон бы вынужден был склониться перед этим предупреждением Мошенец, и все слова Мошенец выполнялись. Естественно, он бы должен был склониться перед этим предупреждением и подчиниться. Но, Бог укрепил сердце фараона. Сейчас идет глава многих законов. во имя ад иноя мишев и аарин, Бог говорил к Мошене Аарону, в земле египетской, имя говоря. Интересно, есть Мехилте на книгу Шмот. Мехилте говорит, что тут написано, что Бог говорил к Мошене Аарону в земле египетской. А дальше мы знаем, что пророчество может быть только в земле Израиля. Так там он говорит так. До того, как евреи вошли в страну, пророчество могло быть в любом месте. А когда еврейский народ вошел в страну, то пророчество может быть только в земле Израиля. Более точно говоря, пророк, который начал говорить пророчество в земле Израиля, мог продолжить и говорить ее и вне земли Израиля. Так, например, было у пророка Ехеского. Раньше в начале пророчества на Ехеского говорит, быть было, значит, он уже начал говорить и продолжал в Афигоне. Этот месяц для вас риш ходочин, первый из месяцев. То есть не сам первый из месяцев. Риш ину, первый вам для месяцев года. Добро говорите у кого даст Исрою реймар, ко всеобщим Израилем говоря, бы осер лахидеш азе. Десятый день этого месяца. Ви николаем, что взяли им, из человек сэ лавейс овейс сэ лабоис. Сэ для дома отца, сэ для дома. На... Ви им не маат абаис, ми ес мисэ, а если дом будет маленький для сэ, сэ это включает и овцы, и козы, как мы сейчас увидим. В ироках возьмет у ушхэней, он и его сосед аккорэвэлбэйсэй, близкий к его дому, помихсасно фошэйс, по количеству душ. Ишхэфиохэй, человек по соответственной его еде, то хэйцю, чтобы вы засчитывались анасэ на сэ. То есть засчитывались так, чтобы его всего съели. Минимум человек должен был съесть козаид. Минимум. Человек мог съесть немножко больше. Сэ соми, полноценный, зохор, самец, беншона, долгода. долгода. Ну, долгода это может быть и месячный, и может быть и пять месяцев, и одиннадцать. Нет. Нет, нет, беншона, это долгода. И елахэм будет вам. Минимум 8 от баранчиков, миноизм и от коз. Ты кохо возьмите. Значит, либо баранчик, либо козлик. Между прочим, это нам тоже будет актуально. Когда будет построен храм, может быть, и в этом году, так надо будет решить, что мы берем. Баранчика или козлика. Будет вам на сохранение, до 14-го дня, в этот месяц, в шоуахатуэйси, будут резать его, коу кеу кеу кеаладас и сроил. Вся община Израиля, бену арбайм, между вечерами. Что значит между вечерами? Очень просто. Есть заход солнца, а есть после полудня, когда солнце уже клонится к западу, к закату, это один эрэ вечер, клонится к вечеру, и второй вечер, когда солнце заходит. То есть между полуднем и заходом солнца. Время было очень маленькое, и кое они работали очень энергично, чтобы успеть принести все жертвы. Они стояли рядами и передавали один другому. Очень энергично и красиво работали. В лакхумина дом возьмут из крови, выносно дадут, а уж те амусу зэйс, а на две, на два косяка, бала машкев и на притолку, а работим на дома, а шо еху аисы боэм, что едят его в них. То есть в Египте ложили на что? На два косяка и на притолку. Будут есть мясо в эту ночь, цли эйш, жареное на огне, умацейс и мацот, а умрелим с морором, с горькими травами, и их будут есть. Аутыхуми мену но, не едите от него недожаренное. Но это недожаренное. Увошуми в ушу бамуим, или в вареное в воде. Ки им цли эйш, но только жареное на огне. Рейш и голова аукров на коленях, в аукирбе и на внутрестях. Интересные подробности принесения пасхальной жертвы. Комментарии тотасафот на хумаш приводит интересные комментарии от имени Эвенезра. В чем был духовный смысл принесения пасхальной жертвы? Египтяне, у них была святая овца и святая коза. Как в Индии священная корова. И поэтому, естественно говоря, было очень опасно приносить в Египте пасхальную жертву. Естественно говоря. Ведь многие евреи жили среди египтян. Раша ведь объясняет Песах, что такое Песах, перепрыгнуть. Египтянин здесь, египтянин здесь, а еврей в середине. Тут первый не спогиб, тут первый не спогиб, а у египтян, у евреев остался. То есть, многие евреи жили среди египтян. И у египтян они этому поклонялись. В прошлой главе в середине нашествия хищных зверей Тора нам рассказывает, как в середине казни фараон прибегает к Моше и говорит, останови уже эту казнь. Так фараон по его привычке ведет в Моше переговоры. «Ты не требуешь выйти в тридневную дорогу, приносите жертвы на месте в Египте». Так фараон предлагает Моше. «Что вы хотите? Приносить жертвы Богу? Приносите на месте». Говори, отвечает ему Моше, «Нехорошо так делать. Идолов Египта мы будем приносить нашему Богу. Это же идолу Египта. Мы будем резать идолы Египта перед глазами египтян, и они нас не забрасают камнями. Естественно, их реакция будет забрасывать нас камнями. Такое мы не можем делать». И фараон с этим аргументом Моше полностью согласился. Одного иерусалимского еврея много лет назад я слышал оригинальное замечание. «С кем говорил Моше? С фараоном. А фараон вот хозяин над милицией, полицией, армией Египта. Он единовластный хозяин». Так фараон мог бы ответить Моше. «Я пошлю армию, пошлю милицию, и моя милиция меня бережет». А фараон этого не сказал. Почему? Ответ очень простой. Когда затрагивают религиозные чувства простого населения, поднимается такая буря, что никакая милиция, никакая полиция не может это успокоить. Скажите, с нашими миролюбивыми двоюродными братьями, когда затрагивают их религиозные чувства ислама. Какие буря происходят? Когда кому-то приходит в голову, что кто-то хочет занять место горы храма, что это только фантазия. Поднимается большая буря, а когда режут в их присутствии. Так интересно, евреи должны были выйти из Египта, но у них не было заслуг. Бог послал им две заслуги, чтобы они сделали обрезание и чтобы они принесли пасхальную жертву. И это взаимосвязано. Пока человек не обрезан, он не может есть от мяса пасхальной жертвы. Так они в тот же день сделали обрезание и принесли пасхальную жертву. И они шли на самоотверженность. Это опасность. Так очень интересно подробности принесения пасхальной жертвы, как ее жарить, связаны с этой самоотверженностью. Когда нибудь проходили, когда жарят шашлык, ощущается запах, а если жарят целого барана или целого козрика, представляете себе запах? Я думаю, на третьей улице можно ощутить. Теперь так. Когда выходят, многие евреи жили среди египетян и не хотели, чтобы соседи это почувствовали. Что же так есть желание не дожаривать. Потому что когда мясо еще мягкое и еще влажное, нет такого запаха. Основной запах выходит, когда мясо высушивается. Так было желание не дожарить. так Тософот говорят от имени Эвенезра, что эти подробности связаны с самоотверженностью евреев. Не едите не дожаренное. Было желание, чтобы соседи не заметили, не дожарить. Тогда не будет такого запаха. Но не говорят, знаете, что нужно до конца хорошо. Так мы будем не жарить, будем варить в воде. Во-первых, нет такого запаха. Во-вторых, это закрыто катком, никто ничего не видит. Вареное в воде нет, ни в коем случае нельзя. Только жареное на огне. Он говорит, хорошо, что же делать? Знаете что, есть предложение, разрежем этого баранчика на 150 кусочков. А потом, ты не можешь знать это баран или теленок. не можешь знать. Если сосед пронюхает, и он точно пронюхает, и ворвется, я ему скажу, а что ты хочешь? Это теленок, что ты хочешь? Я твои дела не трогаю, это теленок. Это тоже нельзя. Надо жарить целиком. Рейши, аукров, аукирбы. Голова на коленях и на внутренностях. То есть жарить надо и жарить до конца. И запах, конечно, будет. Варить в воде нельзя. Скрыть, кого жарят, разрезать на маленькие кусочки, тоже нельзя. Надо жарить целиком. то есть евреи будут жарить и будет запах и соседи пронюхают и почувствуют и могут ворваться и устраивать погромы. А евреи должны с этим не считаться несмотря на все это приносить. то есть евреи должны были идти на самоотвешенность. Так написано у пророка Ихэскла. Я тебе сказал во имя гох бедома и хаи твоей крови будешь жить во имя гох скажут ты бы дома и хаи твоей крови будешь жить. Повторяю у пророка Ихэскла написано два раза и мы говорим это в Агаде два раза эту фразу. Так наши мудрецы говорят что это кровь пасхальной жертвы эти две крови и кровь обрезания. Я бы сказал еще одну сторону вопроса. Евреи же были внутри Египта как часть египтян. Они переняли многих обычаи взгляды привычки. Были многие которые служили идолам как египтяне. Чтобы они вышли из Египта физически они должны были сами порвать полностью с Египтом. Полностью порвать. Не относиться никак к их идолам. Что это совершенно не важно идолы Египта и как египтяне будут к этому относиться. Чтобы выйти из Египта они должны были сами духовно порвать с Египтом выйти из Египта. И только тогда они могли быть. не не оставляйте так заслуга этой самоотвердности они вышли. Можно сказать сравнение то что евреи сделали. Представьте себе 30-е годы в Москве на площади кто-то бы пошел сжечь патриаты Сталина. Или в начале в самом начале 20-го века сжечь кресты публично на площади. Представляете какая реакция могла быть? То же самое в Египте взяли их и дровы и режут и жарят. И интересно то что они должны были приносить покупать в тот же день это было только в Египте. В дальнейшем этой заповеди не было. Они должны в Египте должны были все купить в один день. Я понимаю что это тоже было связано с этой самоотверженностью. Когда все покупают в один день это замечают видят это замечают это не может пройти незаметно. Так это была самоотверженность евреев и в заслуги этого евреи вышли. Но вместе с этим Бог сделал чудо что никто из Египте не посмел их трогать. Но евреи об этом не знали. Не оставляйте от него до утра. А за объяснение этого ведите себя как короли. Короли не оставляют на завтра. Завтра будет новое. ва на завтра. ана сом мем на адбекар аштас то йоц а тни воду отра бы ищ тис рифу сшгит тив ваге. Песох уродиной, это Песох. Так схова Песох, перевод Унклоса говорит Песох от схова пожалел, а раньше говорит, что Песох, это перепрыгнул, как я уже сказал, что тут первенец дома египтянина в одном доме умер, в другом доме умер, а первенец у евреев в середине остался. Я пройду в земле египетской в эту ночь, и кейсы, я побью, все первенцы в евреев в земле египетской, МИ ОДОМ ВИАДБАИМО, АД ЧЕЛОВЕКИ ИДО СКОТА, ОВИХОЛ ЭЛЕГИМ ИСРАИМ, ВОВСЕХ ИДОЛАХ ЕГИПТА ЭССА ШВОТИМ, Я СДЕЛУЮ НАКАЗАНИЕ, АНИ ОДИНОЙ, Я БОГ. ВЕГОЮ АДОМ ЛОХЭМ, БУЙДЕТ КРОВЬ ВАМ, ГЭИЗНАКОМ, АЛАБОТИМ НА ДОМА, АШИАТЫМ ШОМ, ЧТОБЫ ТАМ, КРОВЬ, ЧТОБЫ ПОМАЖЕТСЯ НА ПРИТИЛ, И НА КОСЯКИ, ЭТО БУЙТ ЗНАК, НА ДОМА, ЧТОБЫ ТАМ, ВЕГОЮ СЕС АДОМ, Я УВИЖУ КРОВЬ, УФОСАХТИ АЛЕХЕМ, ПО ТА УНКЛОС, Я ПОЖАЛЕЮ ВАС, А ПО РАШИ, ПЕРЕПРЫГНУ НА ВАС, ВЕГОЮ ЕЛОХЭМ НЕГЕВ, НЕ БУДЕТ У ВАС ПОРАЖЕНИЕ ЛАМАШКИ, НА УНИЧТОЖЕНИЕ, БААКЕЙСИ, КАДА Я УДАРЮ, БЕРАЦ МИ СТРОИМ ЗЕМЛЯ ЕГИПЕТСКОЙ. МОЙ ОЗДИ, ОМАЗДЯ, БУДЕТ ЭТО ДЕНЬ ОХЭМ ГАЗИКОРН, БУДЕТ ВАМ НА ПАМІТЬ, ВЫ ХАГЕЙСИМ ВЕСИМ БУДЕТЕ ПРАЗНОВАТЬ СХАГЛАДИНОЙ, ПРАЗДНИК ПЕРЕД БОГОМ, ГДРА ИСЕХАМ В ПОКОЛЕНИЯХ, ХУ КАСЫЛАМ ВЕЧНЫЙ ЗАВЕТ, ХОГУУ ПРАЗНУЙТЕ. СЕБНЕЙ ИДИТЕ МАЦОТ. Интересно, есть простое мнение, что 7 дней есть мацот, то есть хамыть нельзя не 7 дней. Не то, что митцва есть мацот. Есть мнение Балама Ора, Ягро, что то, кто есть мацо, это митцва, необязательно, но это митцва всей семь дней. А других есть мнение, что просто не едите, не едите хамед. Ах, только Бани Мауриши, в первый день накануне, то есть накануне перед Песохом, тажбисус эрми ботехом, уберите закваску из ваших домов. То есть перед Песохом надо накануне Песоха убрать хамед. Ну, тут мы сегодня останавливаемся.